Я еще одну тему вам не описал, что очень важно в отношениях иметь равное чувство собственного достоинства. Если, допустим, муж сильнее вас, вы ничего не сможете ему ни объяснить, ни помочь, понимаете? Нужно вот вышла замуж за сильного человека, стань сильной. Женился на сильной женщине, стань сильным. Чувство собственного достоинства имеет важную роль, понимаете? Если человек перетавливает другого человека, тот становится униженным, этот гордым. Семья разрушается. Или вы позволяете себя передавливать? Не надо это позволять делать, надо быть сильнее, не унижаться, если тебя унижают. А? Очень крутой, станьте очень умивной, очень крутой и все прочее, иначе ничего не получится. Без вариантов. Надо стать таким же, как близкий человек, иначе все будет разрушено. Да? Родственники мужа всегда будут критиковать жену. Я сейчас объясню, почему. Потому что у родственников всегда судьба похожая. И, допустим, вы жену себе берете, допустим, да? А ваша мать, она уже встречалась, допустим, ваш отец встречался с похожей женщиной. У нее было похоже. Он говорит, да ты че такие, нельзя таких брать вообще. Потому что у нее опыт есть уже такой, понимаете? Он всю жизнь будет не согласен, потому что у нее похожая судьба. А вы, допустим, справляетесь с судьбой, для вас это хороший человек. И он никогда не поймет, потому что он обжегся на похожего человека. То есть у родственников похожие судьбы, поэтому у них очень сильное будет мнение. Есть еще другая причина, потому что они сильно любят своего близкого человека и хотят, чтобы его близкий человек любил так же сильно. А так как там судьба действует, поэтому он не может так же сильно любить. И сразу возникает противоречие. Это моего сына, она так любит. Ну да, ей вот положено его мучить, твоего сына терпи. Реагировать, вот как в песне, теща моя ласковая. Дунька, люблю твои блины. Твои блины вкусные. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много. Я беру шутку, оптимистично улыбаться в ответ на злобу. Не обращать внимания, не придавать всерьез. Не говорить, да ты критикой занимаешься. Вот пойдешь. Запомните, что даже святые люди в отношениях любви выходят на эмоции. Любовь, она всегда вызывает эмоции. И там есть и критика места в любви. Даже в святых людей есть место, когда они любят друг друга, они могут критиковать друг друга и так далее. Это даже, понимаете, в духовной реальности даже это существует. Но это другая критика совсем. Это из любви делается, понимаете. Ну и поэтому с точки зрения семейной жизни нужно более, как бы попроще это все воспринимать. Вот если, допустим, ваших старших критикуют или со злобой говорят там о каком-то человеке, не родственники, чужие люди, тогда это вот опасно. Особенно, если верующих людей критикуют. Вот не той веры, допустим, другая вера, и пошли на него чесать. Очень опасно. Не слушайте это все. Это разрушает жизнь. Да? А родственники боятся за вас. Может, вас засасывают в какую-то секту, кто его знает. Наставник... Че? Я ничего не слышу. Надо микрофон. Жена брата как наставник. Наставник никого никогда не критикует. Притикуют ее, ну, бывает. Не обращать внимания. Защищать. Не обращать внимания, не слушать. Не вступать в контакт. А защищать, когда чужие люди критикуют? А когда свои родственники не обращать внимания? Вот смотрите. Если у вас есть старший, и кто-то критикует его, нужно немедленно перестать общаться с этим человеком, это все слушать. Это самый лучший способ. Не надо ему морду бить, там, еще что-то. Просто подальше от этого человека и все. Помолитесь, расскажите, что слушали. Если родственники критикуют, и наставница родственника, это родственные отношения. Они-то совсем другое. Им больно, понимаете? Вы ее лучше, больше любите, чем их. Вот причина критики. Вот почему вы больше любите, чем их? Вот, допустим, если сейчас здесь посадить другого лектора. Он будет, его будут звать Олег Геннадьевич. Допустим, Тарсунов тоже. И он будет читать лекцию параллельно со мной. И вам будет интереснее, чем меня слушать. Я буду, конечно, стараться изо всех сил показать пример. Но мне будет тяжело согласиться с тем, что происходит. Потому что это естественно, понимаете? Допустим, одна женщина меня спросила. Олег Геннадьевич, у меня есть такой знакомый. Он лекции читает, всех лечит. Я так его слушаю с любовью. Я говорю, это правильно? Она меня спросила. Я такой. Ну, правильно, конечно. Это же есть у нас вот эта вся штука. И что с ней делать? То есть она все есть. То есть мы можем бороться с этим. Но родственники, они не контролируют себя. Они ее наставникой считают, ее наставница. А мы, мы тоже наставники. Не обращайте внимания. Это просто, это просто вот так. Так устроен этот мир. Все. Олег Геннадьевич, а если меня окривитал человек, перед близким у меня человеком, не испортил отношения мне очень сильно? Что вы? Накажите его. И как? По-всякому. Вот, допустим, один мужчина подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, такая ситуация, как бы, представляете? Один человек, как бы, я его знаю, он начал встречаться со мной, с моей женой, ее охмурил, как бы, она теперь его тоже любит, как бы, и он ее уводит на моих глазах. Что вообще, как бы, делать? Я говорю, ну, нужны серьезные действия. Он говорит, я вас правильно понимаю. Я понимаю, что вы не можете сказать, но правильно я понимаю. Я говорю, правильно понимаю. Он говорит, ты что, если она это увидит, она что, меня будет больше уважать? Я говорю, сто процентов. А его что, меньше будет уважать? Сто пудовно, говорю. И он такой, он, как бы, их вместе встретил и провел лечебный сеанс. Сделал точный массаж лица ему. И тот потом отдохнул, даже после массажа. И жена, она, когда пошла с ним, она так сильно ругалась, говорит, ты жестокий там. Ну, она больше к тому назад не пошла. Потому что она увидела, когда это все, она подумала, нет, я лучше со своим буду жить. Он сильнее. Олег Геннадьевич, а надо ли строить отношения с предыдущей женой? Если, например, ты разрушил семью, как? Ты сама разрушила? Кается, да. Кается, просить прощения. Сделает ли предыдущая жена родственниц? Вот смотрите, кто задает вопрос-то, я не вижу. Что, микрофон полетел по рукам. Понимаете, как? Вы совершили очень злой поступок. И вам надо раскаиваться всегда перед ней. Вы виноваты перед ней на всю жизнь. Если она тем более ждет, как бы, вашего мужа назад. Вот. Но близких отношений вам не надо с ней строить. Это невозможно. Ну, то есть, вы объявили врагом, как бы, ее для себя. То есть, и украли у ней близкого человека. Ну, не хотели, не желали этого, там, любовь, все прочее, я понимаю. Но тут уже ничего не сделаешь. Вам придется, как бы, раскаиваться просто и все. Всю жизнь. Но вы не сможете ее родственницей своей считать. И пропускать к мужу вы не сможете ее. Потому что она может у вас разрушить семью. У вас дети есть? Двое. Ну, значит, вы лишите отца детей своих. Ну, значит, сражайтесь теперь за свою судьбу. Но Бог будет на ее стороне. В какой-то степени. Ну, то есть, если она будет сражаться, и вы, то он будет на ее стороне. Понимаете? А? Не уводила? А как? Иногда взглядом рожают. В древней культуре описано. То есть, мудрецы иногда смотрят на женщину, а она беременеет. Такое бывает. Ну, то есть, у вас такая ситуация, да? Вы не уводили, как бы, просто вот раз он посмотрел на вас, и вы забеременели, да? Такое бывает. А? Два раза забеременели? Два раза посмотрел. Бывает такое? Я согласен. Не уводила, конечно. Не виновата я, он сам пришел. Мы знаем. Как отпустил? Это Бог решает. Отпустил? Да бери ты мне за такого добра, не жалко, да? Вы приходите, да, к ним в гости? Она говорит, слушай, забери этого, как бы. Вообще, он меня достал, и как бы. И забрала, она говорит, да спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, Господи. Нет. Это Бог соединяет людей. Бог соединяет людей, и Он и разъединяет. Вы не имеете права вмешиваться в этот процесс. Бог держит людей вместе. Нельзя разрушать себя. Вот если, допустим, они уже разошлись, разрушили сами семью, прошло какое-то время, уже никак не восстановишь, и вы потом встречаете этого человека, тогда никаких проблем нет. Но тогда ему надо запретить с бывшими встречаться, там, общаться близко, потому что иначе это неправильно. То есть детей надо заботиться о детях, но общаться близко с бывшими женами нельзя и мужьями. Просто дистанция очень, только деловые отношения, все, и следите за этим серьезно. Не расстраивайтесь, что вы так расстраиваете? Все нормально. Жизнь не вот такая у вас, что расстраивайтесь, страдайте и живите дальше, побеждайте судьбу. Всякое бывает. Вы же тогда ни лекции не слушали, ни знали ничего, как жить правильно. Ну вот так вот. О, это в вас неправильное отношение построено. Всегда женщина должна быть, смотрите, вот мужчина, допустим, за вами ухаживает. Вы должны быть очень сильной в понимании того, как надо себя вести. Очень сильная должна быть женщина. Не поддавайтесь, не соглашайтесь ни на какую близость. Ставьте условия человеку, что я только вот если замуж, только после этого. Поймите, и тогда он вас будет сильно уважать, и тогда он возьмет ответственность за вас. Но если вы согласились с ним близкие отношения строить, а никаких, никаких росписей, ничего нет, значит мужчина теряет совесть в таких отношениях. Он наглеет и может потом делать все, что угодно, и вам надо потом опять это все восстанавливать. Дистанцию держать, требовать росписи там и так далее. Это очень сложно потом по второму кругу сделать. Но поймите, если женщина отдает себя мужчине просто так, она потом за это сильно будет отвечать в жизни. Ну и ничего, хоть десять раз он так говорит, все равно сначала роспись, потом все остальное. А если другой нормальный появился, тогда чао, бомбина, сори. Даже не ваш муж, можете ему сказать чао, бомбина, сори. Все? Сколько можно ждать? Сколько можно, столько и ждите. Сколько чувствуете, можно, то есть столько и ждите. Чувствуете, уже невозможно ждать, но не ждите. То есть решайте сами. Некоторым пять лет можно ждать, а некоторым пять месяцев. Всех по-разному. Сколько ждать? Вы ему скажете, я тебе могу ждать только пять месяцев. Вот у меня столько можно ждать. И все, и он пусть сам думает своей башкой. Да, нет, если вы не жили вместе, никаких отношений не строили, значит тогда не за что отвечать. А если вы уже жили вместе, и это значит, что вы муж и жена, значит его надо додавливать до росписи. Одна женщина говорит, я уже живу с человеком, но не расписано, что делать. Я говорю, точно так же, когда человек бросил, допустим, бросок совершил, но не на спину упал противник, а вот чуть-чуть на ногах держится. Надо его доваливать. Точно так же мужика, если уже как бы он с тобой живет, ты его не заломала еще совсем. Доламывай, значит, до росписи. Женщина обладает такой силой, мне психика в несколько раз сильнее мужской. Если она цель поставила, она гнусит и гнусит, гнусит и гнусит. Ну и он думает, блин, ну что, надо идти уже, все. У нее нет выхода просто. У женщины такая сила, желание, что мужчина никогда не выдержит ее. Это просто невозможно. Если он даже делает вид, что он не реагирует, знайте, что это все просто внешне. Мужчина не может не реагировать на женские желания. Женские желания сильнее во много раз, чем мужские. Поэтому просто дожимайте и все, свое желание проявляйте, проявляйте, проявляйте. И он пошел расписываться. Себе же во влага. Потому что когда мужчина расписался, ему уже легче стало потом. Равное чувство садостоинства, да. Вы сказали в отношениях, а если мужчина, например, он не хочет, чтобы не была на его уровне, он наоборот подавляет. Подавляет, да? Не подавляйтесь. Знаете, есть очень хороший способ. Вот смотрите, женщина, сейчас расскажу вам. Вы внешне делаете вид, что вы как будто подчинены. Соглашайтесь со всем. Но не подавляйтесь при этом. Если он наглеет, сразу, ну, ты что так себя ведешь? Нет, ну а если вот в обществе, то есть ему не нравится, допустим, он хочет внимания к себе, а не к себе? Ну, делайте вид, что как бы он красивее вас тогда. Если он тогда настолько глупый, что он не понимает, что женщина красивее. Ну, делайте вид, что он красивее, да. Тебе больше внимания, конечно. А в чем дело? Уважать мужчину все должны, конечно, как старшего, как сильного, это хорошо. Вы завидуете его уважению, что его уважают? Наоборот. Что, наоборот? Ко мне, получается, больше... Уважение? Чем к нему? Ну, вы ему тогда скажите, тебе надо подтягиваться. Скажите, я не могу как бы себя как бы... Тебе надо подтягиваться. Есть такой анекдот про Карла Марца, знаете, нет? Про уважение. Ну, мужик работал родотворником, у него борода, такое широкое лицо. Его звали Карл Маркс. Ну, один в один, как Карл Маркс вообще, и как бы... И он подметает, подметает пол, и все подходят и советуются политическим вопросом. И советуются. Не дают подметать. Начальник говорит, слушай, ну ты что, говорит, ну... Ну, сбрей бороду. Чего ты как бы, как Карл Маркс вообще выглядишь? Все советуются. Ну, он говорит, хорошо, ладно, сбрил бороду. Все равно все ходят, советуются. Он говорит, ну ты поменяй имя, как бы... Фамилию-то. Он поменял. Все равно ходят, советуются. И тот подходит, говорит, ну что такое вообще? Чего ты не можешь работать? Он говорит, да я все бы поменял. Ну, у Мища-то куда деть? Поэтому вы так и скажите мужу, как бы... Я готова, вот, смиренно очень все. Ну, как бы... А что тогда, о чем базар тогда, если не муж? Чего должен быть? Ну и все, значит, тогда. Если это еще не муж, вообще женщина должна вести себя очень сильно. Если это еще не муж, тогда очень сильная позиция у женщины. Она как царевна с ним себя ведет. Она властительница его жизни. Не нравится? Ищи получше. Он добивается вас в это время. Вы что? Если вы не так себя не ведете, значит, вы тогда теряете отношения. Ему нужна королевна. Женщины, если вы строите отношения, и вас мужчина добивается, и вы даете слабинку, вы потом пожалеете в жизни. Это 100%. Если он чувствует, что он еле-еле тянет, как бы добивается, и еле-еле... Он потом всю жизнь вас уважать будет. Если муж избил человек, и жена от него ушла, то Бог как бы на чьей стороне? Бог, он между ними, как бы он как судья. Стоп-бокс, знаете, вот там судья. Я не знаю, там вообще разные ситуации бывают. А бывает, что как бы избивает, потому что нет другого выхода. А бывает наоборот, что как бы вообще ни за что избить. Неизвестно. Неизвестно. Как бы, знаете, есть два, две причины, почему мужчина бьет жену. Две причины есть. Первая причина, она очень унижена в отношениях. И он наглеет настолько, что начинает бить. А вторая причина, она ни в чем, никогда и нигде ему не уступает. И постоянно бросается на него по каждому поводу в спор. Понимаете, если у мужчины есть достоинство, он всегда включается в петух в нем, он начинает сразу доставить, доказывать свои права мужчиной. Она не уступает ни на шаг, начинается спор, потом превращается в драку уже. И неизвестно в этом случае, кто кого избивает. Даже бывает по-разному. Женщины разные бывают. Это неправильное поведение просто с мужчиной и с женщиной. Потому что мужчина, он не может терпеть, когда ему жестко, в жестком ключе кто-то возражает. Не то, что женщина, даже другой человек. Допустим, мужчина мужчине никогда так не возражает. Вот если мужчина, допустим, нормальный, уважающий мужчина, и кто-то там, да-да-да, и сразу начинается потасовка. Почему? Потому что мужчина не может терпеть, это вызов. Понимаете? Поэтому с мужчиной, в принципе, так нельзя разговаривать. Точно так же, как с женщиной, нельзя оскорблять ее эмоционально, там себя вести с ней. Точно так же с мужчиной нельзя, как бы, на правах, как вот этой силы, то есть с ним, как бы, общение вести. Это неправильно, у него возникает сразу агрессия в сердце.